Как команда готовилась к сегодняшнему матчу? Расскажите о том, что психологически, понятное дело, попали в небольшую яму. Конечно, по результату попали в яму. Это объективно так и есть. Но готовится, наверное, как к обычному сопернику. К каждому сопернику выгодны все по-разному. Когда не было ничего, естественно, разбирали сильные, слабые стороны соперников. Мы готовились, смоделировали нашу игру под соперников. Раз победили, значит, все получилось. У Голосшина непростой соперник, несмотря на то, что по результату она пока уступает. По уровню игры, именно если говорить. Так сегодня, в принципе, и выглядело. Игра простой не получилась, несмотря на крупный счет. Конечно, конечно. Мы смотрели их в прошлые игры. И там даже, где они проигрывали, проигрывали с достаточно крупным счетом. По игре они выглядели, наверное, не заслуживали, как-то такие поражения. Более того, много где заслуживали набрать очки, где они набирали, не побеждать. Поэтому главная, наверное, для нас была установка, чтобы мы ни в коем случае не отнеслись к этому сопернику. Потому что мы с полным и слабым не вступили на позицию в турнирные таблицы, а готовились к достаточно серьезному сопернику. Насколько сегодня помог быстрый гол нам сегодня? Ну, гол всегда быстрый помогает. Это все-таки раскрепощает. Но последний патчет не так много забивает. И у нас как-то не получалось, когда мы первым пропускали, что было переломить. Поэтому, конечно, первый гол придал мне большой уверенности. И в такой погоде, наверное, тяжело играть в войне. Но это всегда такое тяжелое. И когда у тебя какой-то заслуживали игры кондикации, то тебя чувствуешь на много конкурентов. Для тебя лично матч получился очень здорово. 1 плюс 2 – это круто. Да, да. Конечно, приятно. Приятно набирать очки личные. Но, наверное, не скажу такого-то секрета, главное, чтобы мы сегодня команда матали 3 очка. И надеюсь, начинаем набираться с этой ямой, наверное. С победой. Спасибо.